После начального уровня, после уровня выживания, когда мы первичные свои задачи решаем или первичное общение можем пережить и не умереть, следующий этап – это этап общения во время поездок, базового какого-то общения. Здесь есть три пункта, на которые стоит обратить внимание. Первое – это когда мы можем использовать часто используемые выражения о семье, о покупках, о какой-то географии, где мы, что мы, то есть то, что мы базово выучили, у нас легко получается. Дальше – когда мы рассказываем про нашу ежедневную рутину, про быт и при этом легко общаемся на эту тему. И третье – это когда мы уже немножечко-немножечко можем рассказать про наше прошлое, что мы там делали, чего мы не делали, что мы на прошлой неделе чем были заняты. Тут у нас уже вот это тоже уже входит в этот уровень, который мы назовем базовым, чтобы отличить от начального. Так, ну что, здесь тоже есть список вопросов, которым я вам сейчас задам. Оцените, пожалуйста, что у вас происходит. How is your day going so far? How is your day? Поставьте на паузу, расскажите, ответьте, прям направьте в меня свою коммуникацию. Посмотрите, как легко у вас это происходит или не происходит. What are you working at? Do you have a job? If yes, what are you working at? If you don't have a job, what are you working at just in your life for your family, maybe, for your personal needs? А над чем вы работаете, что там у вас, какие-то рабочие задачи, личные по семье задачи, что какие проекты, циклы, что как еще вам это назвать, да, что у вас сейчас происходит, над чем вы работаете, над чем вы трудитесь. What's new with you? What's new with you? Да, чем вы новым занимаетесь, что у вас происходит там? Тоже, что вы можете рассказать. Возможно, какое-то время вам нужно, чтобы вообще вспомнить, это нормально, потому что мы же формулируем мысли, и на нашем родном языке нам нужно для этого время. Но потом, как быстро вы переходите, формулируете это, сколько вам для этого нужно времени, обратите внимание. How was your weekend? How was your last weekend? What did you do on your last weekend? И здесь обратите внимание, что вы мне отвечаете, меня очень любят на диагностиках клиенты. It was good. My weekend was good. I did nothing. Nothing. It was okay. Usual. Парочку слов отделаться. Здесь, на базовом уровне, парочку слов недостаточно. Посмотрите, что еще вы можете сказать. Что конкретно вы делали? Возможно, описать пошагово. Проснулись туда, пошли, сюда, пошли. Насколько это легко, да? Насколько приходят эти прошлые формы слов. I went to the cinema. We traveled to blah-blah. Вот что там происходит? Обратите внимание. Можете ли вы, например, What did you do in your student years? What did you do at school? Where did you study? When did you finish? When did you graduate? Вот про это прошлое, что можете рассказать, пожалуйста. What was the happiest moment of your life? Обратите внимание, насколько вы можете много про это рассказать. Опять же, расчет мы берем именно, когда вы начинаете формулировать, что там у вас происходит. Will you have any family activities soon? Will you have any family activities? Or what are your plans for the weekend? Do you have any plans for the weekend? Посмотрите на это. Про будущее, как вы можете переключиться. Насколько развернуто ответить, что можете сказать. Прямо вот сейчас, вот в течение этого видео отвечайте. How did you spend your last vacation? How did you spend? What did you do on your last vacation? What seasons do you like? Why do you like it? Do you like traveling? How often do you travel? Вот здесь надо прям развернуться хорошенько, если вы положительно отвечаете на этот вопрос. Name top five favorite movies, books, or video, or any content. То есть топ пять чего-то. Постарайтесь именно на английском это сделать, пожалуйста. Окей. Давайте еще парочку вопросов. How often do you get ill? How often do you take any medicine? Why do you take any medicine? How often do you have any illnesses? Давайте на это ответим. Давайте about your job. What does your company do? What do you do? What is your job about? Если у вас собственный бизнес. What does your company do? Что вы можете в проекте сказать? Насколько широко ответить? И what is your job about? Что касаемо вашей работы? В принципе, этих вопросов достаточно. Посмотрите, как у вас происходит, что происходит. Оцените честно время, усилия. Что вот в начале вы чувствовали? Что посередине? Что в конце? Изменилось ли что-либо? Попробуйте оценить это, дать тебе какую-то честную оценку.